Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдон Петер и я вам обещал, что если погода будет соответствующая, снег или дождь не будет падать, то мы с вами пойдем на фотопрогулку. И вот я выполняю свое обещание. Давайте начнем. Это, вот я буквально вышел из дома, это дача. Пошли дальше, понравилось вот это замечательное дерево, перед выходом в лес, оно такое получилось ажурное, красивое, как было и не снять. Остается заодно убрать тут бедношко на матрице. Так, тоже, да? Не заметил. То есть начало было положено, начало было хорошее, здесь стоял мужик с лопатой, мне пришлось его удалить. Дальше я обернулся назад, чтобы посмотреть на свою деревню, как она выглядит в этом денеке. Ну и потом пошли поближе уже к лесу. Кстати, хорошо, что там проехал снегоуборочный комбайн, но это для лесников, но он так не приезжает, мы сами лопатами махаем. Рекс, конечно, я отпустил и он там начал свое менюхивать, беготню. Как видите, день был по-пушкински. Мороз и солнце, то есть чудесно, смотрите, как он просвечивает какие-то деревья с листьями, которые остались. И в общем, в целом, картинка такая прозрачная, красивая получилась. Видите? Такая вот, мне нравится. Мне она понравилась. Тут собакин, чего-то заметил, скорее всего, это белка. Ну, я его потом вот так обрежу, чтобы красиво было. Ему очень понравилась, видите, его рожа. Она расплылась в улыбке, радостная. Ну, еще бы по такому лесу побегать, это же одно удовольствие, правда? Так, пошли дальше. А вот это вот деревья с листвой, они так это украшают. Интересно, как плоды висят. Яблоки на снегу. Здесь я просто решил запечатлеть. Вот, знаете, оно как бы бесконечно такое уходит, бесконечность в лес туда. Небо было синее, красивое. Вот, тут даже арка есть для входа. Видите, вот она. Многие деревья ломаются, конечно, не выдерживают. Так, пошли дальше. Ну, вот такой пейзажик. То есть, здесь я хотел последовать за собакином, провалился по пояс. А, экипировка у меня была не совсем та, какая нужна была. И здесь было очень глубоко. Почему я не рискнул туда лезть? Ну, конечно, эти красивые были пейзажи. Ну, камера не может все равно передать всю красоту. Да, потом я встретил одного чувака, который там верил, и решил с собакином сфотографироваться на память. Он тут хорошо позировал, тоже весь в улыбке. Фотограф оказался так себе, сидел рядом, а не догадался зум сделать, поэтому... Как бы, не совсем я доволен его работой. Ну, на халяву. Как говорится, фотограф он всегда без... Без этих... Вот он даже умудрился не резко снять. Ну, не знаю, с моей камеры не резко снять, это надо еще... Попробовать. Это что-то на Милханкова сильно похож. Собака скупкорячилась. Ну, есть пара кадров, которые можно выбрать. Вот еще зимняя сказка. Хе-хе-хе-хе-хе. Там рыл дорогу в Австралию. На минутку выскочил, на секунду. Снял не совсем резко, получилось. Пускай на память не останется. Такой сидит радостный. Потом мы добрались до избушки Листяка. Ну, кстати, ехал нам навстречу. Ничего не сказал, что собака без поводка. Ну, здесь они не сильно придираются у нас. В нашей земле так... Господи, они рыщат в поисках дополнительного заработка для этого... Бедного города, блин, вона. Ну, не важно. Вот так выглядело я старался. Снять кусочки крыши, чтобы как бы... Ну, немножко сказочный был. Рекс тут что-то надыбал. Он как лиса. Он чует мышей. И нюхает. Только он ловить их не умеет. Вот еще... Грибочки, кстати, тут еще и летом стояли я ходил. Немножко пару... В стягу деревьев сфотографировал. Вот так поленится. Типа не поленится, а... Лес лежит. Вот. Тут вообще непроходимо. Где-то полтора метра, наверное, снега. Ну, за всю зиму не убиралось. Вот сейчас... Насобиралось так, что... Везумно красиво в лесу. Я говорю, если бы камера могла все оттенки снять, ну... Это, потому что... Не то. Вот, а в сайт Рожепес оттеняет немножко картинку. Мне это больше всех понравилось. Здесь не такое уже кадрирование. Видится не так. По сравнению вот с этим, да? Это полная природа здесь. Красиво все. Ну, собаки не видно, ну и ладно. Где у нас там собака? Собака большая, красивая. Рыжая. Вот еще переплетение. Тут кружево такое. Кружево. Кружево. Здесь начал посыпаться снег. Я пытался его сфотографировать. Ну, так получилось, как типа смаз, конечно. Здесь очень красивый уголок. Тут же на обратном пути я снимаю. Вот это кружевное дерево на фоне синего неба снял. 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 Видите, как красиво. Прямо действительно. Оренбургский ухловой платок. Ну, и под конец снял свою машину. Вот она. У нас такое впечатление, что у меня не Мазда, а что-то такое. Типа, типа, это, бусика. Автобусика маленького. Ну, и еще, уходя домой, заходя домой, щелкнул возле своего дома еще вот. Вот так это выглядит. Ну, вот, дорогие друзья, на этом маленький мой фотоотчет заканчивается. То есть, я очень доволен, что погода сыграла на руку. Я получил много, на мой взгляд, симпатичных фото, которые отправлю тоже на стоки. Вот. Ну, и для себя, естественно, тоже хоть наконец у меня фотография зимой будет с собаками. Вот. Собака-то. Ну, что ж. На этом мы с вами попрощаемся. Взгляд-то какой умный, типа. Сам дурачок-дурачком. Хорошо, попрощаемся. Я свое обещание выполнил. Вы свое должны выполнять. Обещали мне спасибо писать. И какие-то там знаки внимания ставить. Ну, это не обязательно. Всего доброго, дорогие друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok